Продолжение следует... ...наше приглашение посетить день открытых дверей нашей бизнес-школы, евразийской высшей бизнес-школы. Это наш дебют. Мы совсем молодая бизнес-школа. Но постарались сделать так, чтобы дебют наш не оказался в лином коме. Мы очень постарались, чтобы процесс обучения был не тривиальный, не формализованный просто какой-то, а было принесено в этот процесс обучения. Очень много интересного, очень много практических каких-то примеров, кейсов. И я думаю, даже скорее не думаю, а уверен, что те, кто будут учиться в бизнес-школе, кто сделает такой выбор, не разочаровываются. Я рад вас приветствовать в наших стенах, в стенах Евразийского открытого института, которые, начиная с 1998 года, очень плотно занимаются на российском сегменте образования дистанционными образовательными технологиями. Я буквально несколько слов скажу о истории развития нашего ВОЗа. Она началась тогда, когда был подписан положение во всероссийском конкурсе и стартовал этот конкурс эксперимент в области дистанционных образовательных технологий. Старт пришелся на 1997 год. Инициаторами этого эксперимента были несколько ВОЗов, в том числе и МСИ, современная гуманитарная академия, и еще ряд тех лидеров, которые сегодня на рынке образования действительно являются теми организациями, которые неформально реализуют счетный процесс на основе дистанционной образовательной технологии, а теперь и электронного обучения. Так вот, мы появились в 1998 году. Первое наше название было Института дистанционного образования МСИ. И этот институт входил в состав электронного консорциума, распределенного университета. И основная задача года Института – это обеспечение поддержки самостоятельной работы с помощью современных технологий, тех, как статус, которые учились в разных ВОЗах. И с тех пор как раз наш Институт занимается обеспечением инфраструктуры дистанционного образования. До сих пор на сфере института нашего хранятся личные кабинеты и личные дела всех служителей, которые когда-либо закончили МСИ и продолжают учиться в МСИ. Количество кабинетов таких 240 тысяч. Все оберные мощности и мощности, которыми располагает институт, они достаточны для того, чтобы обеспечить примерно такое же количество специалистов, которые готовы учиться. В 2002 году произошло переименование института, и мы получили современное название «Евразийские открытые институты». Почему? Потому что среди партнеров нашего ВОЗа, среди партнеров МСИ, было очень много организаций, учреждений, которые располагались на территории бывшего Советского Союза, в странах ближних и зарубежных. Поэтому название, собственно говоря, нам оправдывает. Но по факту, среди наших слушателей, среди наших студентов есть люди, которые проживают и в Казахстане, и в других городах ближнего зарубежья. Беларусь, Украина, Кыргизия. Ну, а постепенно география расширена. Сегодня у нас учатся, ребята, и из Канады, и из Австралии. Во всяком случае, мы не формировали действительно стадии евразийских, открытые институты. В 2004 году мы впервые прошли сертификацию системы менеджмента качества на соответствие международным стандартам ИСО 9000, тогда, по месячному году, редакцию сертифицировало у нас международное агентство Будис Интернешнс. Сверху система управления институтом, она развивается в соответствии с требованиями международных новостей. В этом году мы прошли очередной аудит Будис Интернешнс. И сегодня в наших рядах работают уже 5 человек сертифицированных и занесенных в международный регистр экспертов по аудиту. Они учились как раз в программу Будис Интернешнс. Кроме того, в наших рядах работают 9 экспертов Росообразнадзора, которые занимаются своей деятельностью, помним, а основной еще и вот участниками различных проверок, которые говорят в учреждении. Помимо экспертов Росообразнадзора и экспертов по качеству, у нас есть эксперты премии конкурса Росообразнадзора по системам качества нескольких человек и есть специалисты по принятию правительства в области качества. Теперь, что можно сказать о наших успехах в области качества? Если мы сейчас закончим, то мы перейдем к нашей программе. Значит, впервые мы встретили всех них государственных вузов, которые у нас в России есть. В прошлом году решили участвовать в конкурсе Росообразнадзора по системам качества подрядов Росообразнадзора. И, наверное, от ожидаемых результатов мы сразу же стали финалистами этого конкурса и дипломатами. Мы заняли полупределительную току, шестое место. Параллельно мы двигались и для признания наших успехов в области. Мы участвовали в конкурсе Европейского фонда нашего качества. Потом мы заняли достаточно высокий уровень. Мы получили сертификат «Признанное совершенство» четыре звезды. Сегодня в России только 15 вузов, которые попробовали, что такое европейское признание системы менеджмента качества по модели совершенства. Но надо сказать, что среди российских вузов есть один, которые не уже два. Два вуза, которые стали победителем европейского областа. Можно сказать, что в Европе примерно 300 вузов ежегодно проходят сертификацию в фонде европейского менеджмента качества. Но вот в России пока этот процесс только начинается. Но с подписанием вхождения в ВТУ, конечно же, он начнет набирать серьезные обороты. И это одно из общественно признанных механизмов, которые позволяют занять в рейтинге общественно-профессиональной аккредитации достойные вести. Так вот, такими вузами российскими являются российская сельскохозяйственная академия МИФОНИРСКИ. В основном, Ставропольский государственный сельскохозяйственный университет оказался победителем европейского конкурса в прошлом году. И в 2011 году оказался победителем этого конкурса среди стран Восточной и Западной Европы Московское государственное университет управления. Вот два вуза, которые достигли максимальных результатов. Ну, среди них государственные сельскохозяйственные, которые получили и признание на уровне Росубернадзора, и признание в Европе. Так вот, проанализировав школы, которые мы получили, участвовав в этих двух конкурсах, мы поняли, что необязательно двигаться последовательно, можно параллельно по нескольким проекториям. Эта идея оказалась интересной для образовательной общественности, и начиная с декабря мы проводили круглые столы в течение нескольких месяцев, которые вылились в то, что возникла пределная программа подготовки экспертов, и сегодня наш коллега будет об этом рассказать. Здравствуйте, экспертов, которые признаны в Европе. И в конечном итоге технический секретарь конкурса Росубернадзора, он принял решение перебраться на нашу площадку технического оператора конкурса, и уже в течение последних месяцев все семинары Росубернадзора, которые посвящены конкурсу и рейтингованию розов в области качества, они проходят на нашей территории. Так что вот это тот организационно-научный, можно сказать, успех, который мы можем продемонстрировать сегодня. Меня иногда спрашивают, а что дало вам участие в конкурсе, и какие результаты вы можете констатировать. Ну, конечно, до терминированных связей совершенно очевидно, как-то и не наблюдается, и, наверное, и правильно. Такого не должно быть. Но, тем не менее, можно сделать оценку, посвященную оценку успехов, которые мы получаем по результатам деятельности, и вот эти 5-е деятельности связаны с признанием. Ну, первые успехи, которые понимают все, которые работают в образовании. В 2011 году набор на площадке в Москве мы смогли увеличить больше, чем на 90%. То есть количество студентов, которые у нас поступали традиционно, вот в 2011 году, в результате всех этих вещей, мы получили почти два раза. Второе. По результатам независимой оценки, которые проводила Высшая школа экономики, мы оказались в тройке лидеров, набрали 105 баллов из 115 возможных среди вузов по открытости и доступности информации в данных ресурсах. Информация для наших клиентов и для наших студентов. Это второй результат. Третий результат. По результатам приема в 2011 году мы заняли шестое место среди негосударственных секторов образования Москвы по качеству приема. Если мне не изменяет память, средний балл по ЕГЭ у нас в группе 56 и 4 десятого балла. Это очень высокий балл для Москвы. Ну, наконец, в третьем месяце существует называемая система независимой оценки и вот метрикс ресурсов в интернете. Вот, в таком рейтинге, который ежегодно осуществляется независимыми экспертами, участвует порядка, ну, более 20 тысяч различных образовательных учреждений всего мира. Мы в прошлом году сделали англоязычную зеркало нашего сайта и буквально сразу же мы попали в первую половину этого списка. Через полгода, когда повторный командовался анализ, мы уже перенестились в первую и третью списку. Ну, в общем, мне кажется, это внешний свидетельство. Говорят, что мы правильно выбрали направление развития. Теперь по нашим образовательным программам. Традиционно Евразийский открытый институт готовил специалистов области информатики, экономики, маркетинга, финансовых дел, по такому и делу, но позапрошлого года было принято решение, что необходимо сегодня более внимательно посмотреть на запросы рынка труда, на тенденцию развития системы образования, и было принято решение, были лицензированы дополнительные новые программы. Сегодня эти программы составляют, как бы, отличительную черту, в общем, в институте 18 направлений, по 10-ти укрепленных групп. Кроме того, мы решили, что на уровне образования нужно двигаться в сторону более молодых ребят, и мы лицензировали программы среднего профессионального образования, и буквально за несколько месяцев прошлого года количество желающих учиться онлайн по программам колледжа, а их у нас 7 программ, 5-ти укрепленных групп, по пропорции специалистов, стало больше сотни. Я думаю, что в конце следующего года, численность, наручающаяся по программам среднего профессионального образования, достигнет 500-550. Почему это интересно сегодня для молодежи? Потому что мы предлагаем эти программы без отрыва от средней, общей, полной школы. И это может быть реализовано практически в любом городе нашей страны. Чем предельство? Потому что ребята могут, обучаясь в 10-м, 11-м классах, параллельно пройти программу профилизации по среднему профессиональному образованию. И после окончания школы мы их можем принять, уже не спрашивая результаты, свидетельство по ЕГЭ, и они продолжают обучение по программам колледжа. Через сколько они заканчивают, имеют возможность дальше продолжить обучение по полном ряду, сокращенной программе, по срокам. Таким образом, вот такая траектория, которую предлагается нами, она получила понимание и протяжку со стороны школьников и несудовольственных студентов, старших классов для профилизации собственного образования. Это еще одна такая часть наших стратегических планов развития. Кроме того, у нас продолжается подготовка по традиционным специалистам, которые были, их достигают еще 10 специальностей, это списочек, то есть помимо 18 классовских программ еще 10 есть программ специалистов. Это программы и в области фундаментальных естественно-научных дисциплин, это программы в области гуманитарного образования, психолого-педагогического, экономического, это образование в области автоматизации и информатизации, в области управления качеством и так далее. Еще после гуманитарного образования представлено у нас сегодня 13 программами аспирантуры, по которой учатся, те ребята, которые к нам поступили, ребята, которые выбрали для себя возможность учиться, не отрываясь от того места, где они проживают или работают, вы, наверное, сами знаете, что в путь и дни в Москве перемещаться, 1,5-2 часа, как минимум, можно из одной точки, а другую для того, чтобы проживать. И вот эти кин, которые живут в Москве, по большей степени, конечно, предрасположены выбирать программу онлайн-обучения с помощью электронных текантов. У нас возникли одновременно несколько программ после возраста образования. Это ТИМБЕ, как вы выбрали. Это программа ТИМБЕ, которая рассчитана на специалистов в области государственного и муниципального управления. И ряд других программ профильного подготовки, которые позволяют получить дополнительную квалификацию к высшему образованию. Я называю только самые крупные программы, которые будут реализованы у нас. Они отличаются от рынка бизнес-образования тем, что у нас профили выставлены таким образом, что они наиболее востребованы сегодня с точки зрения перспектив развития экономики нашей страны. Это форсайд-технология, это лизинг, это управляемое качество. И, может быть, у нас пойдет программа для снегрового хранения. Вот такой спектр сегодня мы можем представить. И отличаются наши программы еще тем, что они интегрированы с программами по подготовке в астронатуре и по подготовке в магистрантуре. Поэтому вот вы, по сути дела, попали сегодня в инстрим, которые могут одновременно дать вам зачетные единицы кредита и для программы русского образования, и для программ магистратуры, если такое понадобится. Желаю вам успехов, готовы отвечать на любые ваши вопросы. Искренне ваши. Я также, со своей стороны, рад приветствовать здесь вас на дне открытых дверей. Это очень значимое событие для Евразийского открытого института. Валерий Кенч уже достаточно подробно представил такой, если так можно сказать, технологический каркас нашего института, который позволяет реализовывать нам программу в дистанционном режиме. Но, вот я вижу, у вас в столах есть учебные планы даже, которые раскрываются в держательные моменты, то есть и программы, руководство бизнес-школы и всего института тщательно прорабатывали все моменты для того, чтобы программа вошла не только в очередь в формате, но и именно в ситуационную, которая, конечно же, имеет свои особенности реализации. Мне хотелось бы вот несколько слов сказать по поводу совмещения образовательной части и научной составляющей. Дело в том, что часто и в интернете, и, наверное, может быть, вы, ваши коллеги, обсуждают вопрос, что лучше степень или же программа магистрской подготовки или РБИ. Безусловно, разные точки зрения на этот счет существуют, и для того, чтобы исключить определенные, возможно, даже метали по этому вопросу, мы совместили. То есть в течение двух лет подготовки в рамках РБИ мы сформировали и скомплектовали программу таким образом, чтобы была возможность в рамках подготовки общей комплексной, пустой квалификационной работы, которые пишутся выпускниками РБИ, эта работа была развернута в том числе и не была возможной в защите кандидатской диссертации. Безусловно, кандидатская диссертация имеет свои особенности, и поэтому в течение двухлетнего периода с вами будут работать научные руководители, которые позволят вам правильно выстроить эту работу. также существуют определенные споры и разговоры по поводу самого существования кандидатской степени. Если вы обратите внимание, то есть информацию можно перепроверить, вся информация открыта на сайте высшей институционной комиссии, никаких изменений не происходит, никаких, так говорить, споров не существует по поводу самого существования степени кандидата и доктора наук. Я объясню, почему возникает вопрос, дело в том, что Россия вступила в волновский процесс, и на Западе существует степень бакалавра, магистр и доктора наук. В нашей стране немножко другая система, надо сказать, что и в других странах ступени несколько были иными, но в нашей стране степень кандидата наук сохраняется, и на сайте высшей институционной комиссии, о которой я уже сказала, вы видите, происходит процедура перегистрации советов для защиты кандидатской и докторской диссертации. То есть ничего не происходит. Изменяются немножко процедуры самой защиты, но они не накладывают, отпечатывают на существование самой степени. Поэтому все из вас, кто сочтет, нужны для себя совместить программу МВИ с получением ученых стилей и кандидата экономических наук, конечно же, вы можете это сделать. Какие программы? У нас 13 реализуются программы в институте в рамках послугузовского профессионального образования. Я думаю, что основной интерес будет для вас посвящен восьмой группе – это экономические науки, в частности, программа финансы, денежное обращение и кредит и экономика управления народным хозяйством. То есть ваши исследования будут, наверное, лежать больше в этом профиле, потому что программы, которые сейчас вам предлагают, это стратегический менеджмент банков и финансовый банк. То есть, по сути, как раз таки финансовый больше профил. Возможно, какие-то вопросы у вас будут возникать, каким образом мы это исследование будете проводить и так далее. Все, безусловно, наверное, основной вопрос будет, а как мы сможем, да, в течение двухлетнего периода, ведь аспирант выучит, а три года по очной форме, четыре года по заочной форме и до пяти лет из искательства, как вот в течение двух лет возможно подготовить диссертацию. Дело в том, что молодой, так говорить, выпускник института, конечно, сталкивается с огромными проблемами в этом плане. С точки зрения уже наработанной практики, достаточно переложить те знания, компетенции, которые уже у вас сложились за период работы, в исследования, которые так или иначе вы будете выполнять в рамках подготовки и манификационной работы по программе МВИ. То есть здесь можно совместить, мы потенциал только проработали и даже, надо сказать, с ценовой политикой несколько поиграли, если вы обратите внимание на стойкость нашей программы отдельно от программы МВИ. Добрый день, уважаемые слушатели, уважаемые преподаватели. Я очень рада сегодня вас приветствовать в стенах нашего института, Евразийского открытого института. Я буквально во слово сейчас скажу о своей кафедре и непосредственно о той дисциплине, которую мы с вами будем изучать исключительно в вашей программе. Моя кафедра называется «Кафедра экономики и финансов». И вы прекрасно знаете, что на сегодняшний день высшее образование в нашей стране, в Российской Федерации, имеет, скажем так, двухступенчатую форму. Первая ступень – это бакалавриат на моей кафедре. Данная ступень вливается в программу под названием «Экономика». И вторая ступень высшего образования – это магистратура. И я буквально два слова скажу о тех профилях, которые есть на моей кафедре. Значит, безусловно, это профиль, связанный с банковской деятельностью, профиль, связанный с бухгалтерским учетом, налогообложением, инвестиционный блок. И уже очень много сегодня говорили о данном направлении, о данном блоке. Это, я бы так сказала, непосредственно отношение имеет к макроэкономике. Это форсталь – технология предвидения. Довольно-таки редкое направление, которое, я бы сказала, что в очень малом количестве вузов применяется. В основном наши с вами занятия будут носить исключительно практическую такую направленность, и мы с вами будем заниматься диагностикой, финансовой диагностикой предприятий. В первую очередь финансовых предприятий, и, конечно же, безусловно, будет уделена специфика банковской деятельности. В финансовой диагностике мы с вами будем затрагивать такие моменты, как, безусловно, управление и анализ финансовой устойчивостью предприятия, мы с вами будем говорить об управлении прибылью предприятия, безусловно у нас с вами будет и анализ видности, и анализ рентабельности финансовых предприятий, конечно же мы с вами коснемся такой темы, как управление затратами, или как говорят управление издержками на предприятии, ну и собственно говоря, если я не ошибаюсь, то данная дисциплина, она является, ну стоит, скажем так, в нашем учебном плане где-то в серединочке, то есть как раз после макроэкономики вот этого вот пропинутого уровня, которое заявлено в вашем учебном плане, ну уже и перед основными спецдисциплинами. Ну немножко много, я хоть и руководитель как бы программы. Форсайт, конечно, это не сама, как сказать, цель, это важный элемент стратегического управления страной и компанией. Сейчас уже разработаны тысячи форсайтов, ну я скажу свое определение, то есть форсайт это технология долгосрочного прогнозирования и формирования тут на масштабных процессов, основанных на коллективных экспертных оценках, получаемых от различных социальных групп, общества, готовых реально участвовать в реализации данного идеального образа будущего. Тут, конечно, в форсайте важное отличие от прогнозирования, что прогнозирование это задача ученых, а форсайт это вы должны уметь, так сказать, руководить массами, то есть вы должны, чтобы чиновники, чтобы бизнес, чтобы население, там различные социальные группы, там профессиональные группы. И все дали свои представления о том, как мы должны развиваться, какое будет наше, ну хотели бы увидеть наше общество через 10-20 лет, и это вот предполагает наличие довольно большую группу технологий, конечно, и экспертных, и аналитических. Ну и в данной вот программе я бы все-таки вот всегда спрашивал, форсайт он как бы это этап все-таки, это образ идеального будущего, и, конечно, он должен реализовываться этими людьми, но дальше идет процесс, конечно, политического планирования, управления, ну и так далее. Это как бы предпеча, это такой этап цели полагания, что ли, в развитии любого бизнес-структура. Да, вот про бизнес-то сказал, а так как раз программа у нас по бизнесу. То есть форсайт родился как бы с двух сторон, с одной стороны с американских военных, но с другой стороны с японских автомобилестроителей. И, естественно, бывают форсайты вот страновые, региональные, отраслевые, как государственные. И у нас, допустим, выполнены форсайты вот в Минатами, в Роснано, в Минобранауке, технологические форсайты. Но, с другой стороны, конечно, наиболее такие вот для бизнеса интересные, это корпоративные форсайты. Это то, что как раз породили японцы. А у нас вот Росатом, Роснано сейчас такие исследования проводят. Привлекаются тысячи ученых, сложные методики, разрабатываются их опросы, обработки этих данных. И выстраиваются, помимо таких образов идеального будущего, выстраиваются дорожные карты по определенным технологиям. Потому что, конечно, это все ветвицы. Возникают какие-то точки прифрукации, сценарии. И вот рассчитываются их, так сказать, вероятностные характеристики. То есть такая ветвистая модель будущего корпораций. Но, конечно, касается крупных. Для ларька на улице, может, это несовместимо. Но крупные корпорации, конечно, как вот, допустим, я в свое время ТНК Винник, Игорь Владимирович Анатольевич, мы вот вкладываем 10 миллиардов долларов. Как они отобьются? За год? За два? Это же очень долго. И, значит, по каждой дороге, вот на этом пути, я должен знать, какая будет инфляция, какой будет курс доллара, какая будет цена нефти. Вот вы мне говорите, форсатисты, что будет через 10 лет? Под роспись. Тогда я, значит, спокойно работаю в бизнесе, я действительно обоснованно и буду смело вперед. Но, к сожалению, ни наш Минэкономик, ни ни любой другой орган в силу ограниченности, видимо, ресурсов, как правило, не отгадывают они. То есть вообще этому надо учиться. Прогноз, а правда есть, конечно, невеликий прогноз. Кстати говоря, в качестве юмора можно сказать, что гораздо лучше угадывали будущие фантасты, чем ученые прогнозисты. Но, тем не менее, вот эту программу я бы все-таки назвал даже стратегическое управление форсайт. Она очень насыщенная. Мне сама по себе программа очень нравится. То есть тут заложены вопросы стратегического менеджмента, стратегического маркинга, стратегических инвестиций. Стратегии коммуникации. И такой создается облик специалиста, который способен действительно разрабатывать стратегии по разным направлениям. Финансовый блок представлен хорошо. что-то, значит, и двухучет есть, и правовой аспект тут есть в деятельности компании. То есть основоплановая такая стратегия внешнеторговой деятельности. Очень насыщенная программа. Форсайт, вот представлено, в каждом семестре есть, так сказать, один из дисциплин. Форсайт технологии предвидения, информационное обеспечение форсайта, или организация форсайта, исследование технологий построения дорожных карт. Вот такие дисциплины. Они как бы формируют этот профиль. Но в целом этот профиль все-таки такой вот он ближе к стратегическому управлению корпорациями. И в том числе, конечно, одним из базовых элементов, где будет являться форсайт технология. То есть это может быть использовано действительно для любых профилей. И для банков, и для работающих в реальном секторе, в сфере услуг. Поэтому вот приглашаем эту программу. Насчет ее преподавания. Действительно, у нас пока вот нигде серьезно она особо не преподается. В Вышке есть, так сказать, центр форсайтовых исследований. Они очень хорошо гарантируются наукой. И тесные контакты имеют с ЮНИДом, с европейскими, проводят совместные исследования. Образовательной программы там нет такой. В принципе, ее почти нет. По-моему, начали только в Англии, в Манчестере, есть такая подготовка магистра по форсайту. В мире таких нет почти. Ну, дело в том, что не очень это массово нужно. Вот по мере понимания в России, что форсайты все-таки будут важным элементом государственного и корпоративного управления, сейчас пока это не стало еще, мы находимся на предварительной стадии, то, конечно, это будет возрастать интерес, будут появляться и кафедры, и направления, и будут готовить. Пока вы или мы оказались в числе довольно первых. И мы очень это массово сейчас готовимся по этому направлению. А в регионах, действительно, в России проведены, не сказать, десятые региональные форсайты, очень успешных иногда. Как ни странно, в Уфе, в Ашкортостане очень хороший форсайт. В Перми, вроде, что там они уделали? Очень хороший форсайт, делали в Уфе. Ну, потому что, как Рахмонов, ему понравилось, ему он повелел как президент республики это сделать. Ну, да, вот в Перми, вот в Иркутске, Владимир Петрович, считаю, вот в Третьях, который тоже у нас разработчик этой программы делал. Действительно, вот такое долгосрочное видение, оно помогает. И главное, оно соединяет все элементы общества. И чем вот у нас сейчас основная проблема социально-экономического развития, что что-то там наверху придумывают всегда, а мы-то к этому никакого отношения не имеем, и, значит, ну и как хотите там. Вы там за какой-то коллегой там хоть не разлетает. То есть отрыв вот элиты от общества вот с помощью форсайта технология позволяет как-то сократить. Но заметьте, что сейчас процессы-то пошли, вот открытое правительство Медведев превратил, общение Совета при всех министерствах. Примерно Воронина сидит, Михалков там чуть ли не возглавлял, скажем так, артист, режиссер. То есть привлекают к очень разноплановым вещам широкие группы, так сказать, общества, экспертов. И это позволяет как-то улучшить работу даже самых закрытых ведомств. И говоря уже о целом, о работе правительства. Вот это проникает в это понимание. А это как раз есть элементы форсайта. Когда вот общество предлагает, вот уже пошел форсайт. Если мы, конечно, говорим о тайном горизонте. Ну, конечно, это надо уметь собрать, опросить, обработать, реализовать, сделать карты. Ну, вот все эти процедуры и проходит обучение людей, которые... Субтитры создавал DimaTorzok